Ирка Ирке вспоминали знакомые мальчишки, фразы, которые она от них слышала. Она даже улыбалась под одеялом. Но этим мальчишкам, этим молодым людям Ирка не могла ответить такими же хорошими фразами ни тогда, ни сейчас. Мальчишки были уже далеко, и фигурально, и натурально. Кто уехал на работу в другие города, кто еще жил в Москве, но давно не звонил, не справлялся о ней. Так же вдруг прошедшая жизнь показалась Ирке потерянной. А может и не вдруг? Это накапливалось и подстерегало ее давно. Что-то кончилось, а ничего не началось. И, похоже, не начнется. До сих пор она пряталась от всех мыслей в работу. Правила к последнему экзамену старые картинки, которые она как-то вдруг переросла. Кое-что даже не правила, а переписывала. Пейзажи, портреты, обнаженная натура. Когда-то, когда она делала все это впервые, кисть, как говорится, играла в ее руке, уверенно лепила на полотнах яркие пятна, и неважно, когда все это было. Сейчас это стало независимо от Ирки давним. Она работала до изнурения, до изнеможения. Без азарта, без радости, без проблеска получалось еще хуже. Все ей не нравилось. Засыпала она в тоске, на диване, даже не прибрав в комнате и вдыхая запахи красок. Она спала крепким сном, без ожиданий. Да, видно, для нее все кончилось. В двадцатый лет. А жизнь продолжалась. И вот пришла эта ночь без сна, это февральское утро. Ирка не заметила, как посветлело окно. В комнату вошла мама. Ирка закрыла глаза, прикинулась спящей. «Ира!» — сказала мама. «Ты опоздаешь, вставай!» Мама говорила отрывисто, быстро. В последнее время с Иркой иначе было нельзя. Она и двигалась нехотя, вяло. Мама стала командовать. «Шевелись!» Ирка зевнула для вида и влезла в халатик, брошенной мамой в ноги. Надо было умываться. Надо было тащить пухлую папку с картинками на студию главному художнику, который вчера по телефону с деловой любезностью обещал посмотреть все это и решить ее, Иркину, судьбу. В институт со студией прислали заявку на художника-декоратора. Ирку спросили в деканате. «Не соблазняет? У вас есть жилка? В ваших композициях все немножко декоративно. Подумайте». Она подумала. А почему бы и нет? Но прежде чем заявить комиссии по распределению о своем желании, набралась духу и позвонила главному художнику. Пусть он сначала глянет. Вечером она тщательно отбирала, что показать. От того, что ничего не нравилось, набралось много. Потащит, повезет. А зачем? Зачем все? Ирка открыла краны, присела на край ванны и заплакала. Вода шумела, и плакать можно было, не сдерживаясь. А то ведь и не поплачешь свободно. Негде даже поплакать. Ну и жизнь. Почему так тяжело? Потому что много людей вокруг. И все командуют. Куда, как, зачем. В сущности, она, Ирка, была робкой девушкой. Все хранила в себе. Никому не доверяла своих сомнений. Все равно не помогут. Разговаривать, конечно, приходилось. И она говорила, что ей хорошо. И компания у нее хорошая. А компания разбрелась. И в институте хвалят. Еще бы. Надо же выпустить. И перспективы намечаются. А что еще скажут на студии? Главный художник не брат милосердия. Ирка слышала его голос. Вы взялись не за свое дело, милая. Благодушный, но безапелляционный. И поблескивали стекла очков. Пойду хоть декорации малевать по чужим эскизам. Не художникам, а маляром. Подумала Ирка и вытерла слезы. А когда увидела маму и отца за крохотным столом в кухне, сказала. Вот что, родители, я никуда не поеду. Оторвавшись от газеты, отец поднял на нее глаза. Почему? Потому что я так решила. Ну, а почему ты так решила? Мне нечего показывать на студии. Вот и все. Ирка села к столу и придвинула к себе творог. Поковырялась и отложила ложку. Есть не хотелось. Ничего не хотелось. Ты же отобрала свои лучшие работы, жалким тоном сказала мама. Именно, они все бездарные. Все? Испугалась мама. Все. Открытие, конечно, немаловажное, сказал отец. Но хорошо бы сделать его на первом курсе. Да, хорошо бы, согласилась Ирка. Но сомнения гложат меня давно. Она наклонила голову, чтобы не видеть слез в маминых глазах, но тут же почувствовала, как это нехорошо ударить и спрятаться. Мама же ни в чем не виновата. И куда же ты намерена свои стопы направить после института? Спросил отец, вытирая желтые от яичницы губы. В почтовый ящик. Мы тебя не шутя спрашиваем. Еще больше расстроилась мама. Я не шучу. У нас есть заявки из каких-то заводов. Что ты там будешь делать? Упаковку? Отец помолчал. Сейчас некоторые большие заводы выпускают детские игрушки из отходов основного производства. Для такого вспомогательного цеха понадобится художник. Но бездарности там тоже будет нелегко. Ну, тогда переменю профессию. А что еще? Ну, ведь ты обязана отработать два года. Поучилось, повози саночки. Значит, пойду куда направят и отработаю. — Опять дерзости! — вскрикнула мама. — Никаких дерзостей. Я бы на твоем месте съездил на студию и показал хоть что-то. Надо же оправдать вчерашний звонок. Может, ты и бездарность, не спорю, но нельзя же быть еще и не солидным человеком. Начались отцовские нравоучения. — Сама позвонила. Тебя ждут. — Нужна я им. — Пусть они и скажут, что не нужна. Надоели этот самосуд, это ночье, это... Папа, я не ною, я так чувствую. — Очень чувствительная натура. Ирка быстро оделась, взяла шапку и вышла. Папка была метровая, серая, перевязанная серым шнуром. Небо было серое, как папка, без солнца. Асфальт был серый, и снег серый, как асфальт, и воздух. Папка задевала грязный снег, била по ногам. На углу Ирка остановилась и огляделась в поисках такси. — Нет? Ну и хорошо. Она вновь решила, что никуда не поедет. Ирка сама начала принимать решение. Сейчас зайдет в маленькое кафе напротив, посидит там часик за чашечкой кофе, вернется и скажет дома просто. Ничего не понравилось. На такси ей дали два рубля, деньги есть. Побродила бы еще, да папка мешает. И утро такое, словно другого, никогда не будет. Никогда через корку похожего на асфальт снега не пробьется трава. Ирка хотела перейти дорогу, за которой серыми стеклами отгородилась от улицы кафе, но увидела, что издалека к углу, где она стояла в своей потертой дубленке и зеленом шерстяном капюшоне, задним ходом быстро сдавал москвич, совсем новенький, красный, но заляпанный грязью до самой крыши. Он так отчаянно вилял по мокрому снегу, что Ирка удивилась. Ненормальный какой-то за рулем. Сам разобьется или его разобьют. Водители других машин засигналили москвичу, шарахнулись от него в стороны. А он все пятился, все спешил, пока не остановился возле Ирки. Распахнулась дверца и молодой голос торопливо сказал «Садитесь». «Левак, конечно». Вероятно, был заинтересован в рублевке. Прохожие, которые остановились и смотрели на пятящегося москвича, теперь стали пялить глаза на Ирку. Ирка застеснялась и полезла в машину, натыкаясь на собственную папку. Шофер схватил папку, помог ее втиснуть и бросил на сиденье. Поехали. Шофер выглядел лет на тридцать. Был он в летной куртке, в зимней мохнатой шапке, надвинутой на глаза, курносой и с красным, вероятно, от натуги лицом. Эта сотня метров задним ходом дала себя знать. «Обошлось», — сказал он Ирке. «Ни одного инспектора. Вы везучая девушка. Одолжите мне везенье, если не жалко». «Зачем?» «Не помешает». «Вам не везет?» «Везет еще как. Думаете, я вас везу? Это мне повезло». Ирку покоробило. Еще чуть проехали, пока она спохватилась и приказала. «Остановите, я сойду». Он усмехнулся. Один писатель, не то американский, не то английский, назвал свой роман «Остановите землю, я сойду». «Очень образно, я понимаю, но куда же сойти с земли? Вот в чем вопрос. Туда, где все будем. Раньше срока? Ну уж нет. Еще покрутимся в свое удовольствие». «Я вас напугал? Не смотрите на меня так, будто я вас проглочу. Я страшный?» «Как Бармалей», сказала Ирка. «Меня зовут Коля, а вас?» Ирка опять посмотрела на него недобро. «Простите», сказал он. «Не хотите, не называйтесь. Оставайтесь прекрасной незнакомкой. Я проехал, увидел. Девушка с тяжелой папкой ждет такси. Почему бы не помочь? Захотел и подал назад. Человек должен делать, что хочет. Хоть и в ничтожно малом, а может и в большом. Но это уже, наверное, счастье, а? Правда? Это редко бывает. Но бывает. Как по-вашему?» «Остановите», еще раз попросила Ирка. Он улыбнулся еще откровенней во весь свой широкий рот. «Сойдете и останетесь на перекрестке, а вам надо же куда-то ехать. Я молчу, как рыба, только спрошу, куда?» Ирка растерялась и назвала первую пришедшую на ум улицу. Он вздохнул. «Это близко. Я знаю Москву». «Водителю полагается». «Но там, по-моему, нет ни одного учреждения». «Я еду к подруге». «С такой большой папкой?» «Да». «Может, правда, зайти к Веронике?» «Начнутся расспросы, уговоры». В тот же день об этом узнает пол Москвы. А шофер уже спрашивал. «Какой дом?» Она сказала. «Ну, вот эта улица, вот этот дом». Ирка медлила. «По-моему, вам не надо сюда. Признавайтесь». «Зачем?» «Я вас отвезу. Ну?» Ирка подумала и назвала театральную библиотеку. Много вечеров она просидела там, листая альбомы и разглядывая костюмы разных эпох. «Жеманные дамы и галантные кавалеры, купцы и купчихи, мебель от Людовика до наших дней. Что же, посидит в тепле, посмотрит на них еще». «Вы уже начали мне признаваться», болтал шофер. «Признайтесь же, кто вы?» «Москвичка». «Уже хорошо». «Почему?» «Вы москвичка, я москвич». «И что?» «И все». «Однажды москвичка и москвич ехали на москвиче по Москве. Посмотрите, стоят такси. Сколько их! И все без водителей. Они сидят в закусочной и завтракают. Это их фирменная забегаловка. Лучше сказать, заезжаловка. Никого не сажают здесь для порядка. И вы никуда не уедете отсюда. А ведь вам надо не в театральную библиотеку. Туда, куда вам надо, вы боитесь ехать». «Откуда вы знаете?» «Телепатия». «Все угадываю». «Нет, интересно, как?» «У меня есть хороший помощник». «Кто?» «Собственный опыт. Только я, если пугаюсь чего-то, просто бегом бегу туда, со всех ног». «Почему?» «Ну, это как зуб вырвать. Чем скорее, тем лучше. И, наверное, от стыда перед самим собой. Страх ведь это какое чувство? Самое стыдное. Преодолевать приходится. Знаете, как я испугался, когда увидел вас? Проеду, проеду». И остановился, и во все лопатки назад. Не снижая скорости, они оставили за собой театральную библиотеку, сделали поворот, другой, выкатили на широкую магистраль и стали петлять вокруг гостиницы «Москва». Уличные часы показали Ирке, что ей пора бы уже сидеть в кабинете главного художника студии. «Так и будем кружить?» спросил Бармалей. «Остановите где-нибудь». «Не хочу». «Принципиально». «У вас есть принципы?» «Без принципов нет характера, а бесхарактерность, как сказал Монтескьё, хуже любого зла». «Какие же у вас принципы?» «Не боись, не спай лишнего, не висни носа». «Видите, какой я от этого курносый? Видите?» «Вижу». «Верь глазам своим». «Десять заповедей?» «Больше». «Не надувай, не надувайся». «Это разные понятия, заметьте». «Кроме не спай, есть не дремай». «Тоже разные вещи». «Вот вы думаете, что я говорю с вами, как с ребенком?» «А ведь это заповеди не детские». «Действительно, опыт жизни». Стрелки часов, под которыми они еще раз проехали, прыгнули на глазах. «Вы живете по своим заповедям?» «Я их только сейчас придумал. Лучше сказать, сформулировал». «Признаюсь, согласно заповеди, не надувай». «Знаете, у меня осталось мало времени, свободного времени. Куда рулить?» Ирка вздохнула и назвала адрес студии. «Уж не артистку ли я везу?» «Увы, нет». «А-а-а, все. У вас там картинки в папке? Для будущего фильма? Какого?» Ирка подивилась, что у него, само собой, выскочило ее слово «картинки», но сказала хмуро. «Там картинки, но не мои. Их нарисовал. Гений». «А я везу на студию. Я курьер». «Ну вот, я с вами честно, а вы?» «Честный и храбрый человек. Вы завиляли задом и вернулись на своем москвиче, потому что на углу стояла просто девушка с тяжелой папкой. Не надувай». «Хм... Сейчас». «Нет, не просто девушка, а красивая девушка. Быть может, даже очень красивая. Я вас разглядеть не могу. Вы выглядываете из своего капюшона, как птенец из яичка. Огромные глаза. У вас замечательные глаза». «Да уж». «Это факт». «Другие факты, волосы, щеки, станут известны, когда вы снимете капюшон. Боюсь, для меня они так и останутся тайной. К тому же, согласно правилам оруда, я не могу отвлекаться от уличного движения и разглядывать только вас. Ну вот, вы еще надели темные очки, застрявшие в дубленке с последнего солнечного дня. Коля, умри». «Слушайте, это очень противно, что я болтаю. Никогда не считался болтуном. Я ведь просто хочу с вами познакомиться». «Вы же обещали помолчать, товарищ Коля, как рыба». Ученые открыли, что рыбы звукопроизводящие и звуковосприимчивы. Лучше я буду молчать, как камень. Камень в старину заменял бумагу. На камнях высекались даже купчие, по которым установили, что взятка родилась еще до нашей эры. Только тогда она называлась проще и благородней. Подарок. А подарки были о-го-го. Зерно, вино, домашний скот и даже рыба. Все это тоже высекалось на камне. Чего не могли написать пером за отсутствием последнего, то вырубали топором, чтобы без обмана. Ничего себе. Я прочитал это в журнале за рубежом. Любопытно? Ничего себе. Какое впечатление я на вас произвожу? Как по-вашему? Кто я? Клоун? Он рассмеялся. Просто хохотал, как будто Ирка сказала что-то очень смешное. Потом посмотрел на нее. Она сказала. Извините. А я не обиделся. Еще одна моя заповедь. Никогда не обижаться на того, кто не в духе. А вы бываете не в духе? Но я с этим борюсь. Не сиди сиднем, когда у тебя плохо на душе. Еще одна заповедь? Нет, это слова моего покойного отца. Он помолчал, заломил шапку на затылок. Хорошее сегодня утро. Чем же оно хорошее? Но он не ответил. Съехали с моста, свернули под мост и покатились по набережной Москвы-реки. И пока катились, обгоняя троллейбусы и пропуская «Волги», «Фургоны», «Грузовики». Он молчал, посматривая на Ирку, и ехал все тише. Два раза пристраивался за троллейбусом и тащился за ним до того медленно, что даже мотор гудел недовольно. Москва-река лежала еще замерзшая, неживая, тоже серая. А склоны гор над ней белели, туда не поднималась городская мгла. «Все», сказал Коля. Ирка порылась в кармане, покраснела и вытащила рубль. Он качнул головой, поморщился. «Этого не надо, девушка. Лучше дайте мне свой телефон». «Фу, какая пошлая просьба». «Наверное, все, что я нес по пути, довольно пошло», сказал он, вынул блокнот, написал что-то короткое, вырвал листок и протянул Ирке. «Позвоните мне через год». «Почему через год?» спросила Ирка. «Я уезжаю». «На другой перекресток?» «В Африку, где живут Бармалеи. Я геолог и работаю за рубежом. Сегодня я уезжаю, улетаю. А вы здесь работаете?» Ирка пожала плечами. «Привезла показать свои картинки. Может быть, меня возьмут. Хотя вряд ли. Сомневаюсь». «Только глупцы ни в чем не сомневаются». «Хорошо, хоть не глупая». «Еще бы». «Ну, скажите на прощание еще одну свою заповедь». «Не забывай дальнего своего», сказал он и еще выше приподнял шапку. Он думал о своем, а Ирка о своем. «Может, не идти?» спросила она в страхе. «Зачем же я вас подвез?» «Все будет хорошо», слово африканца. «А если плохо?» «А все-таки она вертится», сказал он. Ирка посмотрела на листок. Под цифрами телефонного номера стояла подпись «Николай». «Николай». Она сунула листок в варежку и потянула папку. Он помог. «Хотите, я вас подожду?» «Нет, я буду долго». Она бы свернула, пожалуй, и пошла мимо ворот, но он смотрел ей в спину. Перед собой ей не было стыдно за себя. Перед ним да. А он еще крикнул «Ни пуха, ни пера!» В проходной подумалась. Может быть, забыли заказать пропуск? Хорошо бы. Но пропуск ей выдали, едва она назвалась. Зато главного художника в кабинете не было. Ирка опоздала на добрых полчаса. Вот и все. Но к ней подошел молодой парень в замшевой куртке. Именно парень по облику. Может быть, из-за русых волос. И спросил, не она ли такая-то? А я вас жду. Парень открыл дверь и пропустил Ирку в кабинет. Он оказался заместителем главного. Ну, раскладывайте. Ирка прикусила губу, развязала папку и раскидала по полу свои картинки. Они не слушались, нализали друг на друга, а парень ждал. Наконец все листы улеглись. Пол разноцветно запестрел. Парень смотрел, почесывая бровь. Сейчас скажет. А, плевать! Уговаривала себя Ирка и волновалась, кусала губы. Какими беспомощными казались ей эта золушка с принцем на клетчатом дворцовом полу? Эта зеленая лужайка с декоративными цветами под лестницей, на широкой ступени которой серебрилась туфелька? Этот замок с рыжими стенами и острой крышей? Эти сосны на круче это море с лодкой, радужное как павлиний хвост. Ее летние этюды. Зачем она их взяла? Как мало она еще видела, как мало знает. Она сама чувствовала себя золушкой в зимних сапогах, непригодных для бала. В почтовый ящик. Приговорила она себя, закрыла глаза и услышала «Это хорошо, а это очень хорошо. Здесь, конечно, есть свои ошибки, но вы нам нравитесь. Написать бумагу в институт». Ирка сглотнула воздух, застрявший в горле, потому что она не дышала. «Может подождать главного?» Парень поправил хохолок над олбом, обиделся. «Я сам вижу, а он мне доверяет». «Нет, правда, вам кажется, что я справлюсь?» «Хотите, чтобы я вас больше поругал? Еще успею, я пошлю бумагу». «Вот и все», повторила про себя Ирка, выходя на улицу. Она и шла иначе, высматривая поблизости будку телефона автомата. «Надо позвонить маме, позвонить отцу на работу». Здесь на горе дул ветер, папка качалась и сильно била по ногам, зябли руки, особенно пальцы. Сунув руку в варежку, Ирка наткнулась на бумажку, остановилась, оглянулась. У ворот студии стояло много машин, но красного москвича не было. Ирке вспомнилось, как он смешно и смело вилял задом, сдавая на перекрестке. Никто не знал, зачем и куда, пока он не остановился около нее. Судьба. Не хочешь, а поверишь. Она не поехала бы сюда. Это был не каприз, а что-то другое. Взять да позвонить ему, сказать спасибо. Это коротко, но много. Она скажет, «Вы очень помогли мне сегодня, товарищ коля». Ирка стала придумывать фразу и вспоминать его лицо. Оно было не такое уж курносое. Когда он заломил шапку, открылись густые брови. А какие были у него глаза? Ведь лицо это глаза. Глаза были все время радостные. Позвонила она только из дома, окончательно придумав вежливую фразу. В трубке зазвучали долгие гудки. Сейчас он подойдет и она скажет, «Здравствуйте, Коля». Он, конечно, позовет на свидание, это уж само собой, но она скажет, «У меня все хорошо, спасибо вам», и положит трубку. Гудки все звучали. Может, он еще не вернулся домой? А может, уже улетел в свою Африку? Ирка звонила еще три раза, долго ждала, но в трубке звучали только протяжные гудки.